Поведение этой темы, на самом деле, не видно и не слышно. Раз, раз, раз. А сейчас, а, все хорошо работает, да? Алло, коллеги, сегодня у нас с вами очень интересная тема, конечно, очень тяжело выступать без обратной там связи, поэтому буду читать ваши сообщения, пишите, пожалуйста, это очень важно. Там есть чатик вопросов, там мы с вами и будем где-то там пересекаться. Значит, меня зовут Владимир Козлов, я являюсь управляющим партнером компании «Вивецессос», которая много лет, более 20 специализируется на тени поведенческой психологии. Наш предмет, наше изучение, наше хобби – это встроенные люди, что ими двигает в принятии их решений, и мы с вами посмотрим, что из этого может, собственно говоря, получится. Что-то у меня там прыгает, что-то у меня там скачет. А, это, видимо, администратора чата, видимо, там убирают лишние закладочки. Значит так, коллеги, начнем с вами говорить про психологию покупателей в целом. Мы, в том числе, покажем, как все это работает, в том числе на рынке финансовых услуг, где у нас есть вполне ненормальный, адекватный, я дошла в успешный опыт. Вкратце о нас, если рассказывать, то мы маркетинговая аналитическая агенция занимаем особую нишу, это область предиктивной прогностической аналитики. Мы прогнозируем поведение людей, нам в этом помогает наша методология Social HRM, которую мы разработали, начали разработать более 20 лет назад, и последние 8-9 лет она у нас функционирует достаточно успешно, давая нам возможность, скажем, добиваться высоких успехов в маркетинге и в продаже. Что эта методика позволяет, она позволяет понимать и прогнозировать для покупателей и пользователей мотивы совершения покупок. Мы о них сегодня расскажем, как и почему люди покупают, эффективные способы коммуникации между людьми, ключевые императивы, которые вовлекают людей в какое-то общение, отношение в покупку и вообще в совописи поведения людей. Вот тут указан наш опыт, вкратце, наши методологии. Кем мы являемся? Мы партнеры Плеханова, РГГО, он здесь не указан, эксперты аналитического центра при правительстве России, эксперты гильдии маркетологов и эксперты института развития интернета. Также мы эксперты фри, консультируем в нем различные проекты, в том числе финансовые стартапы. Вот небольшой список наших клиентов. После того, как мы показали свои статусы, а наша репутация это наше все, я думаю, что можно будет более доверительно перейти к вопросу о том же все-таки у покупателя. Мне бы хотелось, чтобы вы написали, вот там есть закладочка вопросы, не знаю, либо в общий чат, но лучше в сами вопросы, кто вы и где вы работаете. Мне очень важно понимать, какого, точнее, что максимально полезно будет из того, что я сегодня расскажу и в чем это может быть вам полезно. Потому что вопросов мы можем коснуться очень разных, но мы начнем с общих, с самого главного. О покупателе мы всегда рассказываем о том, как устроен человек. Собственно говоря, но про человека мы сегодня с вами рассказывать не будем, мы с вами пообщаемся на тему, кто такой и как устроен покупатель. Вот. Особенности. Ну, скажем, мы будем касаться особенностей продаж как в интернете, так и в оффлайне. Это наши ключевые особенности и, собственно, ради этого мы и работаем с вами, чтобы понять одну простую вещь, что даже продавая в интернете мы на самом деле занимаемся оффлайновыми продажами, потому что есть такая странная тенденция, странная тенденция думать, что продавая через интернет мы продаем каким-то другим людям. Это главная ошибка, практически я бы даже сказал, что это одна из главных таких странных разводок интернет эпохи. Практически это прямой лицевой обман. «Когда мы с вами продаем через интернет, мы продаем тем же людям, которые окружают нас, и они от этого не меняются. По ту сторону интернета находятся такие же люди, как те, которые приходят к нам с вами каждый день в офис». Спасибо большое Анастасия и Тарасова Юлия за ваш текст. Продажа финансовых услуг – это очень сложная тема. У нас есть клиенты в этой области, и одним из них мы можем похвастаться – это проект финансового сервиса, который достался нам полтора года назад с нулевым оборотом и с огромными инвестициями в минус, порядка нескольких миллионов долларов, и мы добились того, что в этом году с нашей помощью, с помощью команды, которая так много сделала, их оборот в этом году будет уже равен миллиард. В следующем году, я думаю, что их оборот будет уже больше двух. И все это началось с того, что мы просто объяснили, кто наши покупатели и как они работают, что люди хотят, что люди выбирают, почему они делают выбор в ту или иную пользу и вообще, что им мешает делать покупку. Потому что что помогает – это, конечно, хорошо, но желательно убрать все то, что им мешает. Очень многие наши с вами клиенты, если я правильно понимаю, это клиенты, которые приходят к нам сейчас через интернет, через некие лиды, через некую систему, так сказать, лидогенерации, так называемые. Они приходят к нам для того, чтобы получить что-то желаемое или нежелаемое. И, собственно говоря, и тут возникает тот фактор, когда приходится все-таки общаться с человеком. Нельзя избежать общения с ним. Нельзя избежать человеческого общения. Мы считаем, что любые продажи происходят только в одном направлении – от человека к человеку, от сердца к сердцу. Это нельзя не исправить, не избежать. Любые попытки спрятаться от этого приводят, конечно, так, к проблемам. Поэтому, чтобы этих проблем не было, мы вам расскажем про основные механики поведения покупателей и пользователей, которые влияют на успешность в нашем своем проекте. Чтобы это рассказать, придется рассказать часть системы, как устроен человек. Человеку существо очень сложное и очень нелинейное. Как бы нам все это не рассказывали в школе, в вузах, в институтах, реальность выглядит совершенно по-другому. Вообще, даже как бы наш ум, то, чем мы думаем, то, чем мы принимаем решение – это совершенно не линейная система, но тем не менее, которая может быть выстроена в встроенную механику. наше тело, оно состоит из, ну, как мы вот тут нарисованы четыре части. Это не все, как бы это, скажем так, то, с чем мы с вами сталкиваемся повседневно в продажах, в работе. В основе всего лежит как бы желание, точнее, скажем, лежат прошивки, которые находятся в нашем теле. Это так называемый наш инстинкт, это наши поведенческие, премиемативные факторы. Это не то, чтобы стадность, да? Это, собственно говоря, это то, что нам хочется есть, пить, там, то, что мы сидим с вами сейчас, вот я сейчас сижу, слушаю, кручу головой, загибаю пальцы на руках, дышу, и у меня при этом бьется сердце, и я как бы не теряю сознание. Все это вызвано тем, что в нас работают основные базовые механики, которые поддерживают наше тело. Собственно говоря, сексуальные инстинкты там и прочее, прочее инстинкты выживания все находятся вот-вот в этом вот блоке, в так называемом блоке нейромаркетинга. Это, так сказать, нейромаркетинг – это такое искусство, это такая наука о продаже всего через тело. То есть, это маркетинг всяких там удобных кресел, анатомических стульев, там, не знаю, там, чтобы удобно было лежать в руке ноге, когда мы с вами сходим в какие-то большие мегамолы или торговый центр, мы видим там такие кресла для массажа, и мы платим с вами 10 рублей, там, 50-100. Это дань, которую мы отдаем условному нейромаркетингу, мы отдаем дань нашему телу. Выше этого лежат зона инстинктов, это зона так называемой этологии. Это зона социальной теории эволюции, которая гласит о том, что все наши инстинкты поведения, все наши слабые, сильные, все наши, как бы, желания дружбы, желания чего-то… сейчас, минуточку, что-то у меня там включилось, не то. Вот, желание дружбы, желание поддержать ближнего, помочь, заступиться, принять чью-то сторону, дружбу и любовь лежат в этой зоне. Это зоны этологии, инстинктов поведения. Все эти инстинкты, они были выработаны в нас, и они, как ни странно, являются частью человека по той причине, что те люди, которые не проявляли должного коллективизма, поддержки, либо способности, скажем так, мимикрировать, прикидываться кем-то, защищать… скажем так, защитить… либо защитить себя от общества, либо быть полезным обществу, они просто не выжат. И существует целая теория, целые огромные толстые тома, которые описывают, собственно говоря, этологию как вот инстинкты, которые являются, скажем так, вторым блоком механики, действующей на человека. Именно их мы с вами замечаем, именно на них направлено NLP. Их мы замечаем в поведении людей. Скажем, этот человек недружелюбный, этот человек неприятный, или этот приятный, этот, я не знаю, сексуальный, красивый, привлекательный. Это зона именно этих вещей. Дружелюбный, поддержанный. Тут я ему так много в жизни помогал, а он мне не помог. То есть, практически большая часть всех продаж в оффлайне, скажем так, все эти коммуникации, которые направлены на формирование отношений покупатель-продавец, на то, что мы же с вами все вместе, я вас не подведу, мы вас не обманем, мы же с вами там заодно, да и тому подобное. Это, как правило, большей части этих механик лежит именно в этой зоне, зоне инстинктивных моделей поведения. Сознание человека – это, как бы, такой большой блок, собственно говоря, который подсказывает человеку, как он должен себя вести, чтобы выжить. Ум – это такая практичная, прагматичная вещь, которая рептует человеку выгоду здесь и сейчас, на основании всех выше изложенных моделей. И поведенческий маркетинг – это такая модель, которая описывает человека, как некий комплекс программных механик, которые работают. Вот мы здесь все с вами сидим в чате, общаемся, к сожалению, мы не очень любим рассказывать об этой темной части маркетинга, она, может быть, и не очень темная, о том, что действительно все люди, они слегка управляемы. Мы все с вами слегка управляемы, и вообще социумы, общество и государство являются неким набором достаточно таких механизированных сущностей, поступков, мотивов поведения. Все это можно предсказать, все это можно учиться видеть, научиться понимать. Я постараюсь, сколько могу, не сильно раскрывая каких-то коммерческих тайн, рассказать в течение нашего двухчасового курса на эту тему. Исследование покупателей. Каждый из нас, точнее, каждый из нас тех, кто сегодня со мной вот в этом чатике, собственно, кто сегодня присутствует на этой конференции, это человек, который всю свою жизнь исследует мир. Мы все с вами исследователи, а у нас это тем более еще и профессия. Мы маркетинговое, профессиональное маркетинговое аналитическое агентство, и все, что мы хотим, в первую очередь, это мы хотим узнать, кто же находится перед нами, кто наш покупатель, чего они хотят, в чем их цели, в чем их задачи. И очень часто, скажем так, нас оставляют один на один с людьми. Мы не можем получить материалы маркетинговых исследований, а будучи сотрудниками банка, лизинговой компании, МФО. Нам приходится встречаться с этими людьми один на один, и пытаться догадаться, мы же профессионалы, так сказать, ну или вы, вы же профессионалы, и вы должны в одиночку догадаться о том, что же все-таки там перед вами. Кто этот прекрасный человек, и как ему что-то продать. И это прекрасная тема. И самое главное здесь нужно знать, что. Что каждый из нас, все, кто сегодня здесь присутствует, не могут быть объектом, по которому производится прогнозирование аудитории целевой. У всех у вас есть профессиональная деформация. Это важно. Мы все знаем продукты, так как не знают они. Мы находимся внутри системы, мы находимся внутри механизмов, мы находимся внутри компании, внутри продукта, услуги. И мы знаем их так, как никто другой не знает. И никогда не узнает и даже не догадается о тех тонкостях, которых знаем мы. Отчасти это является полем для того, чтобы что-то продать клиенту. Отчасти это поле для мошенничества. Собственно говоря, первое, что нужно запомнить, что мы с вами не можем оценить наш продукт, как он выглядит со стороны. Поэтому всегда, если мы хотим что-то научиться продавать, мы должны научиться это продавать, начав с изучения того, кто является нашей целевой. Какими бы они не были, высокими по уровню, а образование или нет. Наша задача, собственно говоря, научиться понимать одну простую вещь. Мы должны забыть про себя и помнить про них. Наш опыт всегда отличается от опыта клиента. А мы должны настраиваться на его опыт. Мы должны настраиваться на его восприятие, ожидания, пожелания, хотения. Собственно говоря, да. Все эти желания – это закон не только для разработки услуги продукта, но и для поведения, и для осуществления продаж. Практически маркетолог, как ни странно, а из нас каждый сейчас вынужден быть маркетологом на этом этапе, это должен быть беспрестастный наблюдатель, который изучает человеческие желания. То есть практически очень часто так бывает, что мы с вами видим, скажем так, мы пользуемся шаблонами, которые нам подсказывают другие рекламные коммуникации, которые организованы другими аналогичными компаниями, банками. Мы с вами отталкиваемся от некого опыта западных компаний, которые живут в совершенно другой ситуации, чем мы. Собственно говоря, разница психологии, мышления, населения, скажем так, а даже не так, ареала страны или нашей территории – это и есть то, что формирует наш рынок. У нас никогда не будет такого рынка, как в США, такого простого рынка с такими простыми легкими продажами. У нас люди битые, люди опытные, и они принимают решения на совершенно других механика. Всех не битых, видимо, всем не битым уже розданы кредиты, ну и т.д. и т.п. Все получили необходимый жизненный опыт, все получили прививку, а планов продаж никто не отменял. Собственно говоря, раз за разом заходя в человеческое море и вылавливая в нем людей, и изучая их, мы подстраиваем свои продукты, свои какие-то концепции, какие-то там сети, для того, чтобы построить продажи. Продажи надежные и простые, как лом. Собственно говоря, наша задача – продать человеку максимально эффективно, за максимально быстрое время и максимально дешево. Собственно говоря, задача, которая стоит, которую мы поставили себе и которую вы поставите перед собой – это уметь различать за внешними поведениями людей их истинной причиной и истинный побуждающий мотив. В конце, по-моему, семинара там есть разбор мотивов поведения, но я вам расскажу, как это работает на самом деле. То есть, как уметь предсказывать поведение людей, даже не имея под этого богатого инструментария, отталкиваясь только вот от этой простой методики. Собственно говоря, мы сейчас с вами попробуем посмотреть на цифры и увидеть за ними реальных людей. Сейчас мы посмотрим, что у нас там в этом семинаре. Сейчас, так, это у нас, с минуточку. Так получилось, что у меня сегодня семинар. Ну да, давайте так. Как устроен человек? Чек устроен очень просто. Главная особенность в том, что в массе своей наш с вами покупатель не хочет принимать никаких решений. Никаких решений от слова вообще. Почему? Потому что жизнь очень сложная штука, и мы каждый день устаем от этого. Мы устаем от постоянного совершения выбора, от того, что нам приходится постоянно совершать выбор в нашей жизни. Нам постоянно приходится выбирать между, там, не знаю, покупая велосипед, мы должны разобраться, почему одна втулка в стальная, вторая там титановая. Покупая фотоаппарат, нам приходится разбираться в каких-то непонятных матрицах. Покупая ноутбуки, там, не знаю, в общем, все, что мы себе покупаем, у нас вызывает проблемы. Вся жизнь – это проблема. Жизнь – это постоянное совершение выбора. И это, как ни странно, очень тяжело. Сознание человека, особенно человека массового, оно устроено очень просто. Жизнь достаточно проста, жизнь достаточно прогнозируема, и человеку, на самом деле, не хочется принимать никаких решений вообще. Именно поэтому так интересно и занятно устроены продажи в магазинах, допустим, цифровой техники, Эльдорадо, там, или прочее, прочее, скажем так, не будем называть. В общем, в каждом из этих магазинов работает механика продаж в зале, которая является старой доброй западной разработкой, где количество, где человек всегда ограничен в каком-то выборе. То есть, где выставлено определенное количество моделей, и где у продавца в его поведении заложен определенный скрипт поведения. Этот скрипт поведения, который мы, может быть, позже сегодня разберем, он направлен на одну очень простую вещь. На вытеснение из сознания человека, то есть даже на создание в сознании человека огромного количества дополнительных преимуществ. А вот дополнительных преимуществ, которые гарантируют человеку получение дополнительных выгод. Причем этих выгод должно быть столько, чтобы рано или поздно человек перестал чувствовать необходимость, скажем, потребности в минимальной цене. И человек готов купить это за ту цену, которая есть. Собственно говоря, может быть, мы чуть позже рассмотрим вот этот вариант. 30% покупателей генерирует 70% продаж. То есть на самом деле мы должны с вами научиться делать только одну простую вещь. Мы должны с вами научиться определять, кто наш покупатель. К несчастью, функциональная модель поведения каждого из нас заранее предопределена. Или даже каждого из наших сотрудников. То есть практически потенциально каждый из нас может продать, если мы работаем со всей огромной аудиторией людей, мы можем продать продукт только каждому третьему и из тех, кто к нам приходит. Почему, собственно говоря, это так? Потому что функциональные модели поведения распределены очень, скажем так, неудобно, неоднозначно и неодинаково. Но зато можем продать гарантированно каждому третьему. И именно на них мы можем сделать весь необходимый нам план продаж. 70% покупателей хотят найти компанию, магазин, все что угодно, которым они могут полностью доверять. На самом деле мы все хотим только одного. Мы хотим доверять тому, с кем мы работаем. То есть если мы с вами говорим о психологии продаж в финансовых услугах, то мы должны с вами понимать одну простую вещь. Да, 30% людей готовы сделать покупки. И из этих 30-70% впустите. Но при этом 70% всех тех, кто пришел в вашу компанию или хотят стать вашими клиентами, они хотят найти клиента, которому они могут безусловно доверять. И весь вопрос покупки строится вокруг очень одной простой вещи. Люди приходят и изучают вас. Когда мы с вами приходим, не знаю, в банк класть деньги на депозит, мы оформляем это около стойки, где, ну допустим, мы кладем миллион рублей себе на карточку, на свой счет. Но при этом ручка, к которой мы подписываем бумаги, она привязана к той стойке, где мы это делаем. Мы доверяем банку миллион рублей, а банк нам не может доверить даже ручку. С одной стороны это смешная история, а с другой стороны нет. Практически как бы вся концепция привлечения финансовых займов, денег или выдачи кредитов, в общем, все что угодно, все что связано с тем, тем более связано с таким объектом, как деньги, это зона тотального доверия. То есть за прилавком, условно говоря, по ту сторону, менеджер, который работает, фотография, сайт банка, раздатки, документы, человек, который что-то там рассказывает и обещает клиенту, должен выглядеть так железобетонно, что люди должны ему просто поверить. И есть замечательный фильм, наверное, все его уже видели, обсуждают, но я буду повторять его несколько раз, это фильм «Волк Солф-стрита». Это очень хороший фильм, это очень хорошо и качественно снятый фильм. Фильм о том, как простые люди стали миллионерами. За счет того, что правильно себя вели с условной целевой аудиторией. Грубо говоря, группа молодых людей или не молодых по фильму подобранных, условно говоря, на вокзале на Курском, садятся за телефоны и продают людям акции. Такое есть и у нас в Москве. Нам очень многим и из нас звонят подобные активные молодые ребята, рассказывают о том, как выгодно и прекрасно купить, не знаю, там склад в Лондоне. Но в этом фильме пропущен один важный момент. И момент касается очень важной темы. Кто писал этим ребятам скрипты, которые они читают? Это очень важная тема. Это очень важная тема, потому что она вынута оттуда. Кто писал им скрипты, по которым они взламывали людей? Собственно говоря, это тот самый бизнес, который не показан, но именно он построил все эти компании. Работа над доверием, работа над моделью поведения – это то, что формирует продажи. При этом также важно понимать, что те же самые психологические модели заранее нам говорят, что если 30% готовы купить, 30%, ну 40%, условно говоря, они колеблются, то 30% – это люди, которые никогда не будут… Это те люди, которые даже придя к вам, совершат с вами какую-то микро-сделку, никогда не будут к вам лояльны. То есть практически мы можем с вами рассчитывать не более чем на 70% от всего потока, который на с вами приходит, а на самом деле всего на его треть. Вы должны знать, что каждый третий покупатель должен стать вашим покупателем. Если он вам не стал, значит вы должны где-то либо добрать, либо вы эту сделку потеряли навсегда. Собственно говоря, тут у нас идет блок дистанционных покупок, собственно говоря. Давайте я расскажу вам про исследование поведения покупателя. Очень важно, и на самом деле я бы настоятельно рекомендовал бы проводить исследование самим. Научиться делать одну очень простую вещь – проводить глубинные интервью. Глубинные интервью – это даже не фокус-группы. Фокус-группы – это такие коллективные собрания, где люди в силу особенностей своей поведенческой психологии, а люди – это существо стаянное, никогда не будут, не знаю, если кто-то, кто им кажется самым главным, или самым старшим, или самым умным вот в этой группе, в фокус-группе, будет говорить только хорошее, все будут за ним повторять только хорошее. И кроме того, кто из принципа там решит что-то там поругать. И то же самое, если старший в этой группе будет рассказывать только что-то плохое, все тут же тоже будут ему поддакивать. Фокус-групп – это очень сложный процесс и сложное проведение, и успешность фокус-групп практически на 95% зависит от того, как работают, собственно говоря, люди, которые проводят данный опрос, кто управляет фокус-группой. Как работает модератор фокус-группы – это очень важно. Потому что именно он, скажем так, должен заставить замолчать того, кто не дает кому-то высказываться, то есть, собственно говоря, управлять групповой динамикой в данном вопросе. Глубинное интервью – это интервью, которые должны проводиться спонтанно с потенциальными или действующими покупателями, или как бы, ну не знаю, там, клиентами уже существующими компаниями. Глубинное интервью – это разговор, который должен длиться, ну, минимум полчаса. Суть его в том, что во время глубинного интервью человек должен забыть, что он хочет вам понравиться. Человек должен во время глубинного интервью устать, отвечать и начать, чтобы от него отстали, а отвечать уже правду. Каждый из нас хочет нравиться людям. Хотят также нравиться вам и ваши клиенты, или ваши, не знаю, там, ваши потенциальные клиенты. Они хотят отвечать на ваши вопросы так, как вам нравится, так, что вам было приятно, чтобы сохранить с вами отношения. А у вас задача получить реальную картину бытия. И ваша задача, собственно говоря, слегка подпортить настроение и ощущение этим людям. Причем данные вопросы должны совершаться всегда не за деньги. Они должны совершаться за какие-то бонусы, не материальные бонусы, обязательно. Небольшой подарок, что-то такое, что не будет, за что человек не будет себя считать должным. Собственно, и эти глубинные интервью – это список вопросов, которые должны выявить у человека истинное отношение к компании, к продукту, к услуге, к процентной ставке, ко внешнему виду документов, ко внешнему виду раздаточных документов. Короче, ко всему тому, что является для вас основным инструментом продаж. По большому счету, ну, какие можно вам привести примеры? Накидайте мне, пожалуйста, вот в чатик вопросы, какие вам нужны примеры. И если нужны, по поводу маркетинговых и исследований, поведения ваших покупателей. Кто-то еще есть здесь? Алло? Так, никого нет. Хорошо, и идем дальше, значит, никому не нужно. Вот. Хороший вопрос, Тараса Юля, спасибо большое. Да, возможно, такое проводится, телефонные опросы. Но как бы это сложный вид, потому что вот лично мы считаем, что… Да, это возможно, да, это проводится. Мы считаем, что это несколько менее достоверно, чем персональное личное глубинное интервью. Потому что человек только 20% информации получает через вербальный канал, через голос. Более 80%, ну, скажем, я даже думаю, что более, на самом деле, 80% мы получаем все-таки не через голос, а через невербальные каналы. Мы смотрим на выражение лица, на мнение человека. Скажем так, на то, как человек, не знаю, там, жует пальцы, как-то, не знаю, мнется, кривит брови, как ему неудобно, как он вот так делает, или он радостен, позитивен. По телефону это плохо видно. И если есть возможность, то если есть необходимость проводить тотальные массовые глубинные интервью по телефону, я бы рекомендовал проводить обязательно контрольные группы очных глубинных интервью, когда вы один на один опрашиваете людей. здесь, но потерялся. Это некто Виктор. Вот. Ну что ж, пойдемте дальше, коллеги. Привлекая, да, покупки всегда, покупки они различны. Вот мы специализируемся на слиянии онлайна и оффлайна. Как сделать так, чтобы продукт покупался и там, и там. Как сделать так, чтобы заходя с очень разных сторон на одного покупателя, он покупал, потому что ему было некуда деться, кроме как купить. Собственно говоря, тут важно понимать одну простую вещь, что разница покупок в интернете и в реальном мире она различна. Она строится на совершенно и на принципиально разных концепциях. То есть при удаленном посещении, то есть через интернет, магазина какого-либо сайта, сайта финансовой компании, когда человек рассматривает ваш сайт и хочет принять решение о том, что он хочет воспользоваться данной услугой, мы, конечно же, проигрываем оффлайновому магазину, потому что отсутствует импульсность. Человек, даже если у него возник импульс, он видит гораздо больше преград для совершения покупки, чем в оффлайне. Потому что в оффлайне можно, не знаю, спросить у продавца, что это у вас там за ерунда, там вот такая лежит коробочка, там, не знаю, страховая ОСАГО, дайте мне почитать. А в чем разница между тем и тем? То есть, с одной стороны, у нас всегда есть возможность уточнить что-то, спросить. А человек, он не то чтобы ленив, люди не ленивы, люди, они, как мы это говорим, эргономичны. Люди хотят получить ответ на свой вопрос максимально легко, быстро, по самому быстрому каналу. И если у компании нет быстрого канала на сайте, или люди, которые сидят в офисе, не способны быстро ответить ему на вопрос, чтобы снять его страхи, подтвердить ему, что они являются специалистами, рассказать разницу между продуктами в простом виде, дать человеку просто объяснить, это так-то, это так-то на самом деле, разницы особо нет. Но это немного дешевле, будет вам немного выгоднее. Если мы научимся формировать продажи через интернет с помощью сайта, там, не знаю, посадочных страниц, страниц сайта, точнее сайта компании, так, чтобы помочь человеку как можно более простым, четким способом получать ответ на свой вопрос, мы с вами практически получили этого клиента. И быстрый ответ на свой вопрос, быстрое получение информации, это то, что спасает наши свои продажи. То есть точное позиционирование компании, что мы делаем, какие у нас качества, почему человек должен купить продукт именно у нас, просто в три абзаца. Мы лучшие, потому что вот это все многословие, никто же это все не читает, нет сил. Очень часто проводим исследования различных сайтов, проектов, в том числе там рекламы, видеороликов. На системе айтрекинг, который позволяет увидеть, как человек видит, куда человек смотрит, что человек успевает рассмотреть на экране или прочитывая какую-то брошюр. Люди не хотят читать. Люди раньше читали, потому что были вынуждены, потому что не было других источников и информации, а по телевизору ничего интересного не показывали. Сейчас такое количество информации, такое количество альтернативных компаний, такое количество альтернативных бизнесов, которые пытаются получить вашего клиента, что чем проще, тем лучше. Чем конкретнее, проще, понятнее, тем лучше. Лучшие лозунги, не знаю, даем всем или всякое тому подобное. Не знаю, простые слоганы, простые лозунги, сразу про конечную ценность. Оформление, спрашивает нас Ирина, оформление кредитов онлайн – это также импульсивный поступок? Конечно, конечно, импульсивный поступок. Практически, как бы, оформление кредитов онлайн – это процентов на 80, это импульс. То есть, человек выбирает между вами и кем-то еще. И Тинькофф Банк, например, не зря же, он создал именно такую систему, когда человеку очень… То есть, человеку оставить заявку, оформить, получить кредит очень просто. У Тинькоффа нет офиса. Его мальчики сами к вам приедут и сами вам принесут бумаги. Вы только подпишите. Вам даже никуда не надо ходить. Приезжает человек, раскладывает все на столе, показывает. О, все, 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 все. Мы очень внимательно наблюдаем за тем, кто как продает. Мы внимательно изучаем чужой предоопыт. Мы считаем, что Олег Тинькофф и его команда на данный момент на рынке, скорее всего, сделали самое важное. Они перестали бычиться перед клиентом. И они решили забрать деньги того самого клиента самым простым, злым, энергичным и эффективным способом. Они за ними приезжают сами. И берут подпись у человека. Не знаю, будь то кредитная карта там, не знаю, она уже дебетовая. Тем более. То есть съездить. И практически путем вот этого приезда они решают вопрос в последние мили. Когда человек там сомневается, брать, не брать. Понимаете, пока человек не отдал свои деньги, пока человек что-то там не подписал, у него есть время изменить свое решение. В магазине покупатель и продавец, это такой спарринг, где задача продавца, ну что вы, знаете, я вам еще 100 рублей скину. Возьмите, пожалуйста, блузка вам так идет, вы мне так прекрасно выглядите. А я вам еще скину 100 рублей. И хотя мне хозяйка не запрещает, я вам еще соточку еще скину. Ну и того 200 рублей это вам в подарок от меня за то, что вы такой прекрасный и замечательный человек. В онлайне сайт такое не скажет. Последнюю милю не дожмет. Но это также решаемо. То есть, в принципе, создание правильных страниц, которые снимают страхи, снимают предубеждения, и достаточно формируют простую систему получения, не знаю, оформления кредита, лизинга, осаго, получения страховки. Это действенный и эффективный способ. То есть, это решает, как бы, на самом деле, не столько дизайн, дизайн может быть любым. На самом деле, чем он проще, тем он лучше. Тут, как бы, тут вопрос решается путем формирования правильного посылу человеку и правильного процесса. Так, пойдемте дальше. Ну вот, собственно говоря, что важно, точнее, что мешает людям покупать на самом деле? Да, у людей, то, что большинство людей, а именно 86% по нашим, по результатам наших исследований, органически не понимают технических особенностей и нюансов в силу особенностей функциональной модели поведения. 64% никогда не будут разбираться и тратить на это время. Если они поняли, что они не поняли, и у них есть хотя бы малейшая альтернатива, где чуть-чуть понятнее написано, они уйдут туда. Они уйдут туда, и единственное, когда они способны вот это делать, это тогда, когда это касается какой-то жизненной необходимости ситуации, когда нужно реально сесть и прочитать, а что же реально произошло. Как правило, это возникает тогда, когда люди уже давно взяли кредит и пытаются, не знаю, отсудить полученную или проданную им насильно страховку под этот самый кредит, или что-то еще подобное, когда они реально садятся и читают. Или ради людей, к которым что-то нужно, к которому они еще очень хорошо относятся, они способны для них что-то сесть и специально прочитать. Сами для себя они это делать не будут. Они просто уйдут с этой страницы, они уйдут из-за этого. То есть сел, посмотрел, человек сидит мутный, бумаги мутные, стали ушли. Практически каждый человек, который приходит на ваш сайт, приходит в ваш банк, в вашу компанию, или он попадает на вашу целевую страницу, хочет получить точный профессиональный совет, которому они смогут довериться и перевожить на этот совет всю свою ответственность. Сейчас, минуточку. Вот, то есть практически, поэтому я вот говорил про это в самом начале. Проблема в чем? Проблема в том, что человек хочет и мечтает на самом деле перевожить ответственность за принятие, или как любого практически, там решение даже жизненно важное для себя, а это факт, перевожить на кого-то другого, на продавца в магазине. Поэтому мы спрашиваем с вами совета. А подскажите мне что-нибудь вы? Именно поэтому в магазинах появились вот все вот эти вот консультанты, появились все эти люди, которые спрашивают, а могу ли я вам чем-то помочь? Это люди, чья задача которых очень проста – снять с вас ответственность за принятие вами решения. Чем осознен покупатель, чем он более прокачан, чем он более, собственно, хитер и коварен, тем больше вероятность того, что он будет читать, он будет самостоятельно делать выбор, он будет самостоятельно принимать решения. Но в массе своей 86% готовы отдать нам свое это мнение, и они готовы довериться нам в нашем выборе, и это есть наша с вами целевая аудитория. Как добиться впечатления экспертности на лендинге, выдающем кредит? Это очень просто. Это очень простой вопрос и очень простой на него ответ. Нужно соответствовать образу того, как люди воспринимают надежный сайт, который надежно выдает кредиты. Для этого мы с вами вначале проводим маркетинговые исследования, а потом на базе его формируем этот самый лендинг. Я даю вам такой совет, но на самом деле я знаю ответ точно. Я считаю, что все равно нужно проводить маркетинговые исследования и вам от этого не избежать. Я вам расскажу свое мнение, вы можете мне верить, можете мне не верить, что еще лучше. Но я бы рекомендовал вам для того, чтобы научиться глубинно понимать ситуацию, провести опрос самой. Но ответ звучит так. Готовый, проверенный ответ. Если не уходить во всякие микродетали, в общем звучит так. Никакой пестроты. Никаких веселых фотографий. Люди ассоциируют кредит с чем-то серьезным и сайт должен выглядеть тоже серьезно. Много белого, много светлого, большие как ни странно буквы, читабельные шрифты, которые выглядят солидно в понимании целевой аудитории. И четко написанные тексты. Все должно быть написано просто, прямые фразы, без подвоха. Если человек хочет что-то прочитать внимательно, он прочитает это потом, либо до, либо после. А когда он принимает решение и оставляет заявку, он должен оставить ее один раз. Он должен достаточно просто и спокойно получить информацию. И он должен понять, что она написана профессионально, что ее написали умные, знающие люди. Что там описаны такие микронюансы, которые сам бы он не вычитал никогда. Ну, допустим, у нас в разделе таком-то, не знаю, там в пункте 5.11.2 есть там то-то, то-то, то-то. Поэтому, если вы придете к нам оформлять этот кредит, не забудьте, пожалуйста, взять там такие-то, такие-то документы. То есть практически это создает сайт Альфа-банка. Сайт Альфа-банка яркий, красивый и совсем не там, где люди оформляют. Есть главная страница. Нет, сайт Альфа-банка очень хороший. Я вам прямо скажу, это очень хороший сайт, очень хороший пример продуманного с точки зрения поведенческой психологии дизайна. Мы прямо когда увидели, как там ребята сделали сайт, мы прям были за них очень рады. Это первый сайт, где все названо своими именами. Я дальше вот его открою вам и зачитаю. Мои любимые места на их сайте. Как это ни странно звучит. Он у них во многом, конечно, экспериментальный. Они первыми прошли очень тяжелый путь. И очень хорошо, что они его прошли. Сейчас, минутку. И у них очень хороший, ну вот, все четко названо. Банковские карты, банковские карты. У них названо меню продуктового. То есть, у них каждое меню четко соответствует тому, что туда зашито как продукт. У них огромный банк, огромный сайт, огромное количество вкладок. И это все, скажем, эти меню выпадающие сделаны так, что они прямо вываливают вклады и инвестиции. И прямо там же установлена, скажем так, измерительная штука, такой ползунок, который формирует это меню под ту сумму, которую вы хотите вложить. Это же касается кредита, это же касается, собственно говоря, практически всего. Я считаю, что это один из самых удобных и самых правильных банков. Но он не пестрый, это не так. У него вся пестрота заканчивается прямо сразу за главной страницей. Ровные цвета, залитые фоны, черное на белом. Все, что нужно прочитать. В общем, я считаю, что сайт сделан с большим умом и сделан весьма правильно. И он не такой уж и красный, на самом деле. У него очень много цветов. И самый главный текст, то есть, есть темная. Посмотрите на их цвета. То есть, это такой глубоко-глубоко синий-синий-серый цвет. Это тонкие, красивые, читабельные шрифты. Большие шрифты. То есть, ощущение, что сайт выглядит дорого. Он может практически повторить Альфа-банк, без внутренних каких-то машинок. Может практически любой программист месяца за два. Плотной работы. Он может добиться, скажем, а может даже и быстрее. Можно повторить этот сайт механистически. Без учета каких-то микродеталей. Другой вопрос. Понять и разобраться, что же в этом сайте вызывает доверие. И, собственно говоря, какие цвета. Так, а сайт за каких финансовых компаний вы считаете успешными? Есть несколько. Я сейчас просто не могу их привести, прямо сейчас вспомнить. Ну, допустим, есть вот кэшбэк-сервис, который лично мне нравится, как он устроен. За ним стоит хороший, скажем так... За ним стоит дизайн, построенный на... Дизайн, построенный на исследованиях аудитории. Я вот вам там скинул его. Посмотрите потом. То есть, есть сайты, есть банки, которые формируют хорошие предложения, хорошие продающие страницы. Страницы, которые продают, они не давят на человека, они на него как бы... То есть, они не проявляют давление. Они являются чистой системой. Мы поможем для вас, мы решим вашу задачу. То есть, человек должен видеть экспертизу и профессионализм в каждом, условно говоря, таблоке. Что вызывает доверие? Давайте с вами пройдемся. Ну, за вопросом доверия, на самом деле, существуют очень простые механики, которые позволяют решить проблему доверия у тотального большинства ваших покупателей, если они не имеют какие-то особенные травмы, либо гештальты. То есть, если у человека нет психологической травмы, если его, не знаю, банк не кидал, или он не испытывал какой-то тяжелый... Ну, как известно, обжегшись, мы дуем на воду. Если человек не имеет серьезной психологической травмы, для человека достаточно всего четыре слова, которые определяют успех. Того, что он является продавцом или покупателем. это точность, надежность, безупречность и забота. Если до этого мы с вами говорили о психологических моментах, то здесь мы с вами говорим о каждом блоке, который увеличивает, собственно, количество лояльных покупателей процентов на 20. То есть, если видно, что, понимаете, очень часто мы хотим написать какой-то текст как можно лучше, и пишем там огромное количество текста, описывая различные микронюансы, там мы как заявляемся, с милостивой судори не были бы любезны соблаговолиться, изволить, рассмотреть наши предложения в рамках текущего коммерческого, там, не знаю, там, не знаю, в рамках текущего инвестиционного периода наш банк готов предложить вам в силу своих возможностей, ну и т.д. и т.п. Чем точнее слова, тем проще они читаются, тем... То есть, человек не читает ничего, что сложно. Сейчас вот сегодня вышла очень занятная статья одного и известного математика о том, что математика, точнее даже инженерия как область людей исчезает. То есть, такое количество инженеров, с учетом развития искусственного интеллекта, миру просто не нужно. Но, тем не менее, мы получаем одну вещь, что точность названия любой вещи... То есть, вот, скажем... Точность названия предметов, точность названия слов, точность названия услуги, точность названия всего это является основой того, что мы бьем точно в цель. То есть, чем проще оформлен текст, чем проще названа каждая услуга, тем эффективнее она будет продана. Именно поэтому появились так называемые продуктовые кредиты. Допустим, кредит, не знаю, там, кредит на автомобиль, кредит на то-то, когда мы сами подсказываем, на что человеку нужны деньги. Ну и так далее и тому подобное. То есть, практически, как бы, человек раскапывается, там, до каких-то микродеталей, у него выявляются микропотребности, и под каждой из этих потребностей можно сыровать некий продукт. Надежность. Надежность в каждом слове. Надежность в виде. Надежность в фотографии. То есть, практически каждый из нас, то есть, это все невербальные признаки. Глядя на фотографию у какого-то человека, женщины, мы испытываем к ней доверие или не испытываем. И это происходит с помощью нашего ума, который пытается вспомнить всю базу знаний всех тех странных людей, которые он видел в жизни. Испытывал ли он к ним доверие или не испытывал. И в этом стоит весь вопрос. Собственно говоря, и поэтому, допустим, вот, если мы с вами посмотрим, то можно взять опыт американский, можно взять опыт российский. Не буду называть банк специально. Это банк, который выдавал кредиты условным работникам из стран СНГ. На рекламе этого банка человек, берущий кредит, имел более темный цвет кожи, чем человек, берущий кредит в соседнем банке, который был ориентирован на другую целевую аудиторию. То есть люди и лица, сфотографированные на рекламной продукции этого банка, имели не слишком, но четко выраженный, условно говоря, оттенок, который придавал этим людям. Они были одеты проще, они были одеты без галстука все. То есть простые костюмы, галстуков нет, рубашка расстегнутая. Но все это выглядело так, что было понятно, что это не москвич. Причем даже совсем не москвич. И даже не автомобиль. Так вот, формирование вот этой потребности, вот этой надежности, надежности в поиске самих себя, на него можно положиться. Они такие же, как мы. Это и есть один из основных принципов, которые формируют психологическую модель коммерческих предложений, концепций и тому подобное. Пункт номер четыре – это безупречность. Безупречность – это то, когда ни одно ваше слово не может быть оспорено. Это то, когда каждый наш опыт, как мы всегда, мы займем такое место, мы никогда не допускали таких вещей. Мы всегда боремся за наших клиентов. Мы всегда идем навстречу даже в самых тяжелых случаях. Мы занимаем сторону нашего клиента. Входим в положение, даже если это не так. Ну и так далее и тому подобное. Мы же сейчас, сами говорим, как ни странно, про весьма циничную область, про область циничных продаж. Безупречность – это то, что… Это наше имя, это наша с вами репутация. Это то, чему люди должны доверять безусловно. И последнее – это забота. Забота – это то, что… Поскольку человек… Давайте сейчас вспомним всю эту нашу цепочку, чтобы она хорошо уложилась в ваших глазах. Поскольку человек принял на себя решение помочь вам… Точнее скажу так… Поверить вам в определенной ситуации, что вы можете решить его проблему. Он посмотрел на вас и посчитал вас профессионалом. Посчитал вас достаточно надежной компанией. Для того, чтобы все-таки почитать, что же вы там… Что же вы там понаписали на вашем сайте. То есть, когда он зашел на сайт, у человека есть полторы секунды для того, чтобы определить. Ну, секунды и две. Чтобы определить, доверяет он этому сайту или нет. И если визуальный блок проходится, то он начинает уже что-то там уже вычитывать. Первый человек должен увидеть точный слов, надежность в этих словах. Он должен увидеть безупречность организации, в которой он пришел. И он надеется о том, что эти люди, которым он готовится отдать свои деньги, либо взять у них свои деньги, точнее, или взять на себя обязательства за их деньги, это человек, о котором будут заботиться. И он хочет, и он готов отдать свое мнение, он готов отказаться от своего мнения и довериться вашему. Но он хочет знать, что о нем также позаботиться. Что он не будет брошен, что как только он возьмет кредит, он тут же не получит там себе проблему. Вопрос в этом. И вот снятие этих блоков и, собственно говоря, и есть формирование, то есть осознанное снятие этих блоков и формирование осознанного доверия. Это и есть ваша задача как маркетологов по формированию продаж, в воронке продаж. То есть точность, надежность, безупречный завод. А мы их уже с вами проговорили. Это очень странный вопрос. Я вот, да, вот тут вот, собственно говоря, я в продаже пришел где-то в начале 90-х, 91-92-й год. Я начал продавать уже в 90-м году. Ну так, по-нормальному, как бы, в 92-м году. И старший товарищ, который меня учил, объяснил мне одну простую вещь. Скидки – это путь к разорению. Скидки – это путь к разорению, это очень странная вещь. То есть, если человек отдает свои деньги какому-то банку для того, чтобы получить потом за это фен, или человек отдает своему банку деньги, какому-то банку деньги просто потому, что он участвует в каком-то конкурсе, это все такой авантюризм. Потому что человек должен отдать свои деньги надежному банку. Все, что мы сейчас с вами видим, все, что сейчас происходит на рынке. За год Центробанк забрал лицензию у 117 банков. 117 банков за год. И это расшатывает доверие на данный момент банковской системе. Она, конечно, да, устаканится, останется сколько на банках, не знаю. 100, 150. Как, в общем, там люди между собой договорятся. Но, тем не менее, люди хотят, на самом деле, не подарков. Люди хотят, как мы говорим, точности, как у нас тут с вами было ранее написано. Точности, надежности, безупречности и заботу. Они хотят доверять вашему сайту. Они хотят доверять вашему ленингу, названию вашей компании, как написан шрифт. Они хотят доверять всему. Потому что кому можно доверять вот в этом мире? Они хотят найти того человека, которому они могут довериться. Как правило, конечно, это будет к ошибкам. Но мы сейчас с вами разговариваем не об этом. То есть, практически клиент, который получает какие-то скидки, подарки, да, безусловно, это избалованный человек. Но я считаю, что и когда банк начинает баловать, или когда финансовая структура начинает выдавать какие-то супер бонусы за то, что люди у них оставят свои деньги, и если это не деньги, а какие-то непонятные подарки, то все остальные люди перестанут размещать в этом банке деньги, пока не увидят, что всем же дарили, а мне сейчас не дарят. Зачем я к ним пойду? Зачем размещать свои деньги, свои зарплаты, какие-то, не знаю, деньги своей семьи в этом банке, если вот они в том месяце дарили какие-то, не знаю, фены или зонты какие-то клевые, а в этом месяце этих зонтов нет. В том месяце я не успел прийти, а в этом нафиг нам. Практически начиная, как бы, это как месть, начиная, как бы, там месть, готовься, собственно, к расплате. Начиная давать бесплатные подарки, всякие там супер мега бонусы в виде каких-то подарков. То есть все, что не касается материального и профессионального подхода банка или финансовой структуры, это все на самом деле вредит. Это практически вредительство продажи. Истинный причинный покупок. Вот сейчас начинается самая интересная, самая долгая тема. Я очень рад, что у нас осталось время на нее. Небольшой булочок. Не самым подобным образом я его расскажу, возможно. Не скажем так, потому что мы этим зарабатываем. Но, тем не менее, мы расскажем и покажем, в нашей методологии все люди делятся на две большие группы. То есть практически вот если вот все мы с вами сейчас, сидящие здесь в этом чатике и слушающие, допустим, меня, вот все, кто сейчас сидит на этом сайте, мы сейчас с вами делимся ровно на две группы. На людей, которые хотят получить функциональные выгоды от любой сделки. И на людей, которые хотят получить эмоциональные выгоды от любой сделки. Все очень просто. Берем любую толпу людей, любую группу людей, любую целевую, любой таргет, любой сегмент или там, не дай бог, еще когорту какую-нибудь мы с вами берем. Как бы они не выглядели, как бы они не были, где бы они не работали, какой бы уровень дохода у них не было или социальный уровень развития. Что бы с ними не происходило, все они делятся по большому счету всего на две группы. На группу функциональных выгод и на группу эмоциональных выгод. Давайте раскроем их более подробно. Функциональные выгоды делятся на две большие подгруппы. То есть есть люди рациональные, есть люди функциональные. Рациональные люди, это люди, которые каждый момент своей жизни, каждая точка оценки себя, своих там, своих решений или там решений своих коллег, своих близких, оценивают только с одной вещью, выгодно-невыгодно. Их задача очень-очень проста. Их задача всегда получать выгоду. То есть именно на них действует, именно на них направлено купи три по цене двух, купи пять по цене двух или по цене трех, покупая у нас ты получаешь уникальную накопительную скидку. Эти люди, которые получают удовольствие от того, что они сэкономили рубль, а лучше десять. И принцип экономии, то есть и таких людей в общей массе, вот если брать и наши исследования, большинство, их примерно 35-40%. Ну, не знаю, там, беря он, именно вот эти микроподарочки, на самом деле, они рассчитаны на них, именно их развращают, точнее, и как бы обращаясь к ним через все это, развращаются на самом деле остальные три группы. Желая продать 40%, люди теряют остальные 60%. Потому что все остальные работают не на это. Поэтому я считаю, что, ну, точнее, вот мы и наша компания, мы считаем, что если вы хотите понравиться так называемым бережливым и экономным людям, которые любят во всем видеть выгоду, которые любят всегда что-то выигрывать, которые, не знаю, там, доехать с комфортом, лишний раз не встать, лишний раз что-то не сделать. То есть, это люди, которые не хотят совершать лишних движений. Они рациональны во всем, не только в покупке, но и в действии. То есть, цена поступки и выгодность поступки. То есть, чтобы мне что-то оформить кредит, надо ехать, не знаю, там, в офис. А я сегодня не могу, а завтра вечером я занят, а потом я устану, да? И в чем выгода? Ну, получу я деньги не лучше сегодня, никуда не поеду, и завтра тоже не поеду. То есть, на самом деле, вопрос, вот эта вот, то есть, вот эта вот рациональность, она как механика формирует их отношение ко всему. К магазину. То есть, допустим, пройду чуть дальше, зато там дешевле на 10 рублей картошка. Я выиграю эти 10 рублей, и там, хотя шел на 20 минут дольше, и я молодец. То есть, практически, на самом деле, каждый день мы с вами все, наши с вами покупатели, решают всего на всего один вопрос, и ищут ответ всего на один вопрос. Почему я хороший? Купил дешевле, я хороший. И жизнь уже не так плохая, уже не так страшно жить, уже не так тяжела эта ситуация. Поэтому мы с вами играем в компьютерные игры, в телефонные, и выигранные на телефоне, в какие-то шарики, мы проходим уровень за уровнем, и мы себе подсказываем, себе в своей главе, что я хороший. Я прошел уровень, я выиграл, я молодец. Большое количество микроподкреплений своей молодцовости и своей там хорошовости, как механики подкрепляют и подпитывают наше нежелание понимать реальность ситуации, что все плохо там, или грузиться на эту тему. И человек также, не знаю, когда ему нужно получить кредит, если он относится по своей предустановке, а предустановка оформляется в рождении человека, и вместе с ним она уходит, то есть человек рождается с рациональным мотивом принятия решения, и он же с ним живет всю жизнь, и с ним же он умирает. И если ему нужно взять кредит, и он уже понял и смирился с этой необходимостью, что ему все-таки придется взять кредит, деваться некуда, он возьмет его там, немножко не то что выгоднее, где он получит какую-то скидку, не знаю, там в процентах или минус там в страховке. То есть, ну да, они еще клюют на всякие там зонтики, на всякие штуки, дрюки милые, но опять же не все. Поэтому, а вот выгода в области денег или там экономии, если вы у нас оформите через сайт, ваш процентный кредит будет меньше на 0,2%, и вы в год будете экономить до 100 тысяч рублей. Вот тот мотив, который формирует спрос. Вот тот мотив, который является спусковой механикой для людей с этим мотивом принятия решения. Функциональные. Функциональные – это очень небольшая группа людей, их всего порядка 7-8%. Это группа людей, которые принимают решения, исходя исключительно из удобства и простоты достижения своей цели или решения своей задачи. То есть, это именно для них делаются сайты, где получение. Потому что вот рационалы, они прочитают, потому что ради скидочки они прочитают весь текст. Они вычитывают все, что угодно, они вычитывают все тексты, чтобы понять, где же там скидочка, где же моя выгода, где же я что там получу, как все будет клево. Пусть мне покажут, пусть я прочитаю все. Но поскольку у нас страница одна, а людей 4 группы, нам приходится подстраивать ее под все 4. Это главная проблема. Но хорошо, что мы знаем, кто они. И вот функционал – это люди, которые должны зайти на сайт и сразу увидеть. Первое, что они должны увидеть – это ответ на свой вопрос. Кредит – быстро, легко, надежно. Мы позаботимся о том, чтобы вам было удобно его гасить. И при этом он дается, не знаю, как-то там уникальным быстрым способом через телефон. Или к вам в течение часа приедет человек и все оформит прямо с вами. Все. Человек видит простую задачу, человек видит простой способ решения. Человек видит точный ответ на свой вопрос. И главное, ему должно быть удобно пользоваться. Нажмите всего одну кнопку, введите всего три поля. И мы все остальное сделаем за вас сами. То есть точный ответ на точный запрос. Если вы имеете доступ, не знаю, там, к статистике онлайн запроса, по которым люди приходят на ваш сайт из Google или Яндекса, вы уже имеете на руках инструмент, под что надо затачивать ваш сайт. То есть какие ключевые слова должны бросаться человеку на самой главной странице. Не какая-то большая, понимаете, альфа-банк может себе позволить повесить на главной пеструю яркую картинку. Альфа-банк устроен вообще по-другому. Механика его работы принципиально другая. Ему доверяют, потому что это альфа-банк. Я не знаю, кто из вас здесь альфа-банк, а кто относится к какому банку. Всем остальным приходится вызывать доверие. Всем остальным приходится доказывать, что мы не альфа-банк, но мы не хуже. Нам тоже можно доверять. Мы тоже отличные ребята, красивые люди и так далее и тому подобное. Практически мы с вами видим одну простую вещь, что альфа-банк может себе позволить красивые картинки, яркие пестрые маки, цветы и прочее прочее. По одной простой причине ему не надо никому ничего доказывать. А всем остальным надо. Ну еще не надо Сбербанку. Там еще 3-5 банков, которым есть безусловное доверие. В Москве и в Питере. Все. Все остальные работают на общем поле. Все остальные должны доказывать, что они, если что-то представляют, что им можно доверять, им можно отдать деньги. И вот тут начинается вся эта катавасия. Со всеми этими словами, со всеми этими текстами, со всеми этими выгибонами, со снятием страхов. Хотя видите, даже альфа-банк сделал сайт нормальным, читабельным, понятно. Потому что даже ему надо адаптироваться под людей. А вам нужно это делать в первую очередь. В большинстве. Вот, собственно говоря. Поэтому на странице, на первом же экране, то есть, если мы с вами делаем лендинг, он бьется на экраны. Первое, второе, третье. Собственно, это порядок прокрутки. То на первом же экране должна быть видна выгода от этой покупки. В общем, люди покупают ваш кредит, они покупают вашу услугу. И они должны видеть выгоду прямо сразу. Они даже сразу видеть четкий ответ на свой вопрос. Если у вас там лендинг про автокредит, на нем должно быть сразу написано автокредит. Там, не знаю, там, если закажете, не знаю, там, в течение трех часов оформите заявку, у вас будет скидка в процентах. Мы даем вот четко так. То есть, точно. Точное название слов. Мы сейчас с вами рассмотрели примерно 48 процентов. Может быть, 47. От общего числа покупателей. Мы считаем, что 48. Кто же остальные 52 процента? Остальные 52 процента – это люди, которые относятся к так называемой группе, которые ищут эмоциональные выгоды от любой покупки. Первая группа – это группа социальных мотивов. Это люди, которым важна демонстрация групповой принадлежности и социального статуса. Это такие люди, которые приходят, говорят, я выбрал вас. Это люди, которые приходят к вам, не знаю, к вашим сейлзам, и вам говорят, мы посмотрели много банков, или, не знаю, там много МФО, решили выбрать ваших. Они могут быть любого социального уровня. Они могут быть одеты, как им Бог на душу положит. Ну, как правило, пафосно, статусно, но в рамках своих денежных возможностей. Даже если это будет бомж, это будет весьма такой авторитетный, пафосный бомж. Говорит, я тут поставил много банков, МФО, и я решил выбрать ваш. Покажите мне, докажите, что вы способны, что вы можете вообще, удобно ли у вас там покупать, какие у вас там ставки, расскажите мне, хочу послушать. Это люди, которые так покупают все. Телефон, одежду, дружбу, людей, все так покупают. А покупают они это все не просто так, а для того, чтобы то, что они купили, потом подчеркивало их статус. Вот вы знаете, где я взял там, не знаю, именно к ним относятся люди, которые способны вот, не знаю, прийти, допустим, в Тинькофф банк и выяснить, что у них есть мега-ультра-платиновая карта, которую они дают, поэтому мы вам ее дать не можем. Понимаете? У нас, когда по правилам она дает столько тем людям, которые, чей счет в банке 10 миллионов. мы такую карту даем только им. И человек специально из принципа, чтобы доказать, что он способен это получить, открывает счет, загоняет туда 15 миллионов, получает карту, вынимает оттуда 15 этих миллионов, но у нее есть эта карта. Это группа очень агрессивных людей, которые ориентируются все-таки на доверие, на экспертизу, на статус. Именно для них сайт должен быть солидным, должен быть дорого. Нужно было понятно, что здесь работают не дешевки, что это нормальные, серьезные люди. Касается чего угодно, лизинга, автокредита, фанеры, в общем всего. Все, чтобы мы с вами не касались в любой области, у них это работает так. Через пафос, пафосно себя подают, пафосно к себе относятся, требуют пафосного отношения к себе. Как правило, таких людей очень много в области праймиси. Собственно, именно под работу с ними формируются целые специальные отделы людей, которые способны выносить этих в целом тяжелых и не самых легких людей. Тяжелые они и в онлайне, и в оффлайне, потому что если не что-то решили купить в онлайне, они перезвонят и уточнят. Чтобы все было надежно. Таких людей 8 процентов. Я думаю, нет, их не 8, это выдают пути. Этих людей порядка 12 процентов, может быть, 15. Остальная группа, остальная группа из 28 процентов, это так называемые эмоциональные, их тоже очень много. В разных городах, конечно, там соотношение разное, это надо понимать. Я как бы рассказываю некие усоединенные цифры. Мотив принятия решений эмоциональный, это как бы люди, которые действуют на самом деле всегда не вполне логично. Нет, они очень логичны, но не во всей цепочке принятия решений. Именно на таких людей рассчитан такой продукт, как Рокетбанк, допустим. Для людей, которые хотят избежать на себя какого-то давления, чтобы к ним относились хорошо по телефону, чтобы с ними поговорили, тихонечко посидели, указали им, точнее проявили к ним внимание, выслушали их проблемы, для них поговорить важнее, чем быстро купить и получить ответ на свой вопрос, потому что эти люди принимают решения действительно сердцем. Если во всех остальных блоках, там хоть какие-то есть логические куски, то в этом блоке решения принимаются по принципу понравился, не понравился. Они хотят демонстрировать индивидуальность сами, доверяют таким же людям со стороны клиента, собственно говоря, и следуют передовой моде во всем. В получении банковских карт, в способах строкований и прочее, прочее. То есть именно эти люди хоть как-то поддерживали несчастный Рокетбанк на плаву все эти годы. Потому что Рокетбанк создавался в основе своей людьми именно из этой группы мотивов. И они делали банк, как было бы удобно пользоваться банком им. Поэтому первое, что они там говорили, это банк, где нас не будут добить. Где только вежливость, только приятные и милые люди по телефону. Колоцентр такой, прям, такой, прям, пусяшечный, пусяшечный, что никогда ни на кого там не надает. Вы у нас можете легко оформить все, что угодно. Они по телефону говорят, я специально звонил, оставляю вам заявки на карты, послушать, как будут звонить. Их с придыханием, вот так, а вы знаете. Ну, в общем, короче, все, что надо. То есть люди делали под себя. Они не понимали, что они делают, и я в этом уверен на 120%. Но они, делая под себя, сделали это под свою группу, которая достаточно велика. И они попали в эту свою группу. Вот, в принципе, четыре, это и есть те самые мотивы, которые двигают всеми нами, которые двигают всеми покупателями. Эти мотивы лежат в основе всех наших решений и всех наших поступков. Это та зона, вот когда мы с вами убираем все страхи, приводим все доводы за то, чтобы остаться только с нами, включается этот блок, на основании которого человек принимает решение, покупает он или не покупает. То есть практически, вот тут как бы написано, то есть мы должны, создавая сайты, структуры, бумаги, предложения, решать одну очень простую задачу. Кому мы продаем, кому мы не продаем. Есть такая игра ГО, такая стратегическая достаточно игра, более крутая, я считаю, чем шахматы, где принцип очень прост. Если ты хочешь, задача там очень проста, занять как можно больше места. На доске на игровой. Особенность в том, что на каждый твой шаг, на каждое твое действие пройти не всегда делать противодействие, которому занимает очень много сил. Поэтому для того, чтобы что-то выиграть или что-то получить, вы всегда должны заранее решить, что вы отдадите, что вы пожертвуете. И в этом случае, когда мы с вами делаем какие-то, не знаю, брошюры, сайты, когда мы с вами набираем отдел продаж или формируем понимание, как же мы будем продавать наши услуги, вы все должны понять, если мы можем сделать всего один сайт, мы должны понять, какие из мотивов не наши покупатели. Потому что нельзя сделать сайт сразу на все четыре группы. Но вот на три можно напрячься и сделать сайт, разработать психологически, чтобы он удовлетворял интересам трех групп. Вот, собственно говоря, и в зависимости от того, какой продукт и формируется сайт, он формируется, собственно говоря, тексты, пишутся тексты, пишутся слововые ключевые императивы, пишутся слова, которые, как спусковые механики, запускают поведение человека, снимают страхи, вызывают у него доверие, и из всего этого формируется лендинг. А лендинг формируется очень просто, я вам быстренько его скажу, по крайней мере нашу методику, на словах, по крайней мере, не сильно углубляясь внутри системы. На первой странице, на первом экране лендинга показываются сразу все ключевые преимущества. Что мы даем, что вы получаете, как мало для этого нам от вас надо. Если человек не верит этому, не видит в этом ценности для себя, он просто уйдет, и бог с ним. Значит, запрос человека не соответствует ключевому продукту, который был заявлен на первом экране лендинга. Если есть хоть какое-то совпадение со неким внутренним решением, человек хочет получить подтверждение того, что он не ошибся. И он приходит на второй экран, и он хочет снять страх, что, а вдруг я что-то понял неправильно. Второй экран – это экран, который объясняет, что, чувак, ты все сделал правильно. Ты не ошибся в выборе ни сайта, ни компании. У нас все так, как написано чуть выше, но чуть подробнее, но также читабельно и коротко, понятно. Если человек, получив подтверждение, он может что-то понять неправильно. Спустился, перечитал, говоришь, нет, действительно, это не то, что мне нужно, и он уйдет. А тот, кого это хотя бы хоть чуть-чуть касается, и он понял, что, да, действительно, здесь написано то, что было написано выше, у него включается блок страха. И третий экран – это экран борьбы со страхами. Это экран, где человек должен прочитать, что, чувак, не бойся, прочитай первый. Мы здесь сделали предложение, мы его подтвердили, и это не страшно. Все очень просто, все очень безопасно, все очень здорово, мы надежные, у нас такие гарантии, мы так заботимся о клиентах, мы раз в месяц ему посылаем цветы два раза в неделю к шоколадному, потому что мы очень любим и ценим своих собственных клиентов, и так далее, и тому подобное. То есть, ну и так далее, очень долго все это рассказывать, но в экранах 5-6, и практически после каждого блока, после на первом экране должна быть кнопка «купить», после второго экрана должна быть кнопка «купить», после экрана страха должна быть сразу кнопка «купи», ты уже не боишься, купи, с нами надежно. После страницы разбора, ну в общем, короче говоря, мы должны иметь, мы должны заставить человека, ну как заставить, мы должны провести чека через некий выберем, где мы, снимая с него страхи, вызывая у него определенным образом доверие, формируя ключевые слова под его предполагаемый мотив принятия решений, мы ведем чека по воронке продаж, формируя заявку лид, и получение нужной нам услуги. Как применить эти знания и навыки? Да, во-первых, да, действительно, необходимо спроектировать сценарий поведения покупателей. Вы должны на ваш сайт или на ваш лидинг посадить определенную группу людей, сделать выборку и прогнать людей. Делается просто. Берете человека, пишите ему на бумаге задачу, не знаю, там, берете человека не из вашей компании, совершенно случайного, но не случайного по целевой. У вас же есть некое позиционирование, вы же знаете, кто ваша целевая. Берете человека из целевой, который не имеет опыта пользования вашим сайтом, не имеет никакого внутреннего предрасположенности, желание быть к вам добрым. То есть задача вообще взять практически постороннего условно человека, которому даже немного все это мешает, и заставить его воспользоваться вашим сайтом, поставив перед ним некую сценарную задачу. А потом получить с него обратную связь. Почему он не взял? Почему он не сделал? И для нас сами ценнее. Почему что-то не сделано, чем то, почему что-то сделано? Убирая то, что мешает, мы на самом деле этим помогаем людям покупать. Вот, собственно, наша задача выявить паттерны поведения, собственно говоря, как люди ведут себя, какие у них общие шаблоны поведения, какие проявляются там сценарии. Я вот искал то-то, не хватает мне то-то, мне не ответили на этот вопрос, а ответа на него нигде нет. А я хотел бы его увидеть самым первым. Это самый простой, дешевый, недорогой способ провести анализ своими силами для любого маркетолога, который доступен любому, даже начинающему маркетологу, тем более это всегда интересно. Это исследование, это клево. Ну да, мы проводим их вот так вот, с использованием технологии Social HRM. Собственно говоря, да, описываем и прогнозируем по имени психологии и поведения покупателя. Да. Собственно говоря, в этом наша особенность, вот именно нашей компании, у нас есть, собственно, медлогер, который позволяет прогнозировать поведение людей на основе разных методик и, собственно говоря, сделать сайт или продукт таким, или вообще даже целую компанию такой, чтобы люди в ней просто мечтали совершать покупки. Вот, собственно говоря. Ну вот, если коротко, то очень просто, что помните про выгоды и ожидания покупателей и выобретете успех. Это у меня последние слайды. Я, на самом деле, очень хочу ответить на наши вопросы, потому что рассказать мы можем очень многое. Это очень сложный процесс. Надеюсь, кто-то тут досидел, дослушал до конца наше прекрасное сегодняшнее мероприятие. Вот, собственно говоря. Спасибо за внимание. У меня коротко все. Коллеги, есть кто живой? Все здесь? Да вы что? Прошу вас, коллеги, задавайте вопросы. Пока я здесь, я могу ответить. У нас есть еще 15 минут, и я хотел бы быть для вас максимально полезным. Да. Ну, чтобы вам было бы раскрыть, чем может быть вам полезным. У меня там какой-то еще слайд что ли есть, даже не помню. А, это уже наши контакты. Коллеги, я надеюсь, вы сейчас пишите свои большие длинные вопросы. Я хочу, что много информации нужно переварить. Угу. Да, переваривание это такой процесс сложный, да. Возьми. Сколько вопросов можно и нужно? Угу. А, цвета, да. Отличные вопросы. Давайте пойдем. Тарасова Юля. Сколько вопросов можно и нужно задать клиенту, если он ушел с сайта и оставил заявки? Я думаю, что вопроса три. То есть, вот как ни странно, в нашем сознании работает число три. Человек готов ответить на три вопроса максимум. Четыре уже кажется многим. К несчастью, очень многие маркетологи современные не являются маркетологами. Они не изучали, скажем так, труд предыдущих своих коллег. Есть такое правило, очень простое и очень смешное, которое базируется абсолютно на теории и научном наблюдении. Человек не заходит в магазин, проходя мимо него, если для того, чтобы туда зайти, нужно подняться более чем по трем ступенькам. Я являюсь сторонником того, что три вопроса – это тот предел, который человек ответит, уходя там с сайта. Практически, ну, я бы задал вопрос со следующего, наверное, плана. Наверное, почему… Вот, собственно говоря, да, и у нас там всё строится на трёх. Практически все наши сказки про, там, три желания за золотой рыбки, про три пути возле камня, налево пойдёшь, коня там потеряешь. То есть я считаю, что три вопроса. Почему вам что-то не понравилось? Чем он может быть вам полезны? Можем мы вам перезвонить и сделать для вас особое предложение? Вот этот вопрос особого предложения – это очень важный вопрос. Если человек ушёл, то он наверняка захочет получить особое предложение, и мы просим его оставить телефон, чтобы сделать ему особое предложение. Собственно говоря, это хорошая рабочая методика, и три вопроса под это подходят идеально. Методика по взаимоотношению с клиентами, да, методика есть, у нас своя, есть общая. Но, тем не менее, голубой цвет, синий цвет – это цвет будущего, зелёный – это цвет надёжности. Красный цвет, как ни странно, чтобы вы понимали механику, красный цвет не является цветом активизации. То есть человек смотрит на красное по одной простой причине, потому что он этого цвета вообще-то боится. Поэтому, когда огромные красные вывески скидки минус 20% или минус 30%, большая часть людей, скорее всего, пройдёт мимо, потому что красный цвет вызывает тотальное отторжение на уровне физиологии человека. Именно поэтому так тяжело людям, у которых вылез прыщ, и он красный, и так далее, и тому подобное. Причина этого в том, что красный цвет – это признак нездоровья, это признак пожара, огня, кровь, болезнь. То есть это тяжёлая вещь. То есть и на самом деле красный цвет – это вызов такой серьёзный, который может кинуть только очень крупная компания. Если мы посмотрим, что если сайт того же самого Альфа-Банка раньше был предельно красным, то сейчас всё совсем не так. У них там красного осталось только логотип Альфа-Банка. То есть белые буквы на красном фоне, чтобы было видно заметно. Но всё равно ничего доброго как бы не вызывает. Серый цвет, понимаете, как бы серый цвет, он должен быть, иметь либо какую-то тексту, он должен быть благородным. Я не знаю, как вам это сейчас там показать на пальцах. Серый цвет должен быть благородный, или это должен быть благородный серый. То есть должны быть чёткие читабельные чёрные буквы, белые фоны. Если мы используем серый, то это благородный серый, не грязный какой-то, понимаете. То есть мы входим в очень узкую такую позицию, в очень такую опасную тропу эмоционального восприятия оттенков. Тем более, что у всех мониторы показывают чёрт-те что. У всех совершенно свои настройки мониторов, цветопередача плывёт. И очень часто тот тонкий оттенок серого, который мы всё-таки там подобрали, превращается, как правило, непонятно во что. Но цвета работают, цвета надёжности, надежды, веры в будущего, всё это существует. Написание слева направо, лицо направленное вправо – это лицо направленное в будущее, лицо направленное влево – это лицо направленное в прошлое, нам в прошлое не надо. Ну и так далее и тому подобное. Нужно понимать, что мы живём в стране, где всё идёт слева направо. В отличие от ряда стран, где всё идёт справа налево, но это уже их личные проблемы. Именно поэтому реклама переделывается из страны. Какой основной способ влияния Юлия Борисовна Барабанова. Основной способ влияния на потенциальных клиентов МФО для погашения негативного образа. Это очень сложно. Очень. Очень. Не очень сложный вопрос. Это нужно серьезно заниматься пиаром. Серьезно заниматься пиаром. То есть МФО сейчас как бы словосочетание Лихаимский процент вспомнилось не просто так. Огромное количество каких-то левых чуваков, которые там, не знаю, там. Истории, когда бабушка, не знаю, там человек взял 5000 рублей, а им за долг в 2000 накрутили еще два раза по 40 тысяч. И еще и дом сожгли. Это очень позитивные истории, которые вызывают только доверие. Безусловно, конечно. Ну сейчас вот такой был минуточка сарказма. К несчастью, в таком общем фоне, если его действительно... ...честные компании, действительно хорошие люди, то, разумеется, это, конечно, пиар. Это пиар, это статьи о том, что нам нужно доверять, мы серьезные, мы не кидаем, мы проявляем заботу, мы не сжигаем дома. Понимаете, мы не такие. Мы не такие. И статьи об этом должны публиковаться. В каком бы городе вы бы не находились, какая не была бы ваша целевая белый пиар себя, антикризисный пиар. Практически вам нужен нормальный антикризисный пиар. Вам нужен антикризисный пиар, который направлен на обеление вашей торговой марки. Мы не такие, как все. Все уроды, мы красавцы. Мы пусяшные, пусяшки. Вот что вам нужно. Другого пути сейчас нет. Но это серьезный, хороший, проверенный, сильный способ влияния на ваших потенциальных клиентов. И вы можете таким образом погасить негативный образ. Так, я не понял насчет Астон Мартина ДБ-5. Если честно. Евгений, если вам не сложно, раскроете там тему, я вам буду очень признателен. Ирина спрашивает, а кризис как-то влияет на перечисленные группы клиентов? Вы замечаете в исследованиях, например, те, кто не обращал внимания ранее на скидки, стали обращать. Вы знаете, мотив работает очень специфично. Если человек раньше не обращал внимания на скидки, то он и сейчас не обратит внимания на скидки. Для того, чтобы решить свою задачу. Если это человек, допустим, из блока функционального... Давайте сейчас быстренько мотнемся туда на пару слайдов назад. Если это человек из блока функциональных особенностей, он придет на место. А, я понял. Спасибо, Евгений, благородный серый. Да, это хорошая тема. Там действительно такой хороший, глубокий, такой, не знаю, какой-то асфальтный металлик у него, что ли, у этого Астон Маркетта. Короче, хороший, правильный цвет. Прямо реальный, хороший пример. Спасибо вам большое. У вас очень образное, точное мышление. Функциональное. Допустим, приходит человек покупать, не знаю, какую-то штуку. Специально для этого существуют технологии. Товар по большей цене, товар дешевый, какой-то там бросовый посередине находится тот товар, который мы хотим продать. Это, как, не знаю, там три кредита. Самый там, самый дорогой, просто там дорогой и самый дешевый. Он, конечно, не самый дешевый. Но когда мы хотим заставить человека что-то купить, он понимает, что это самое дешевое там среди всех, и вы ему говорите, берите этот, это выгодно. Мы вам поможем его взять. И так во всем. Как бы не был бы устроен кризис, какая бы не была бы ситуация, к несчастью, поведенческие механики позволяют человека вовлечь в очень разные модели продаж. Даже, возможно, в какие-то заведомо невыгодные. Как-то ни странно. Вот. Я считаю, что, и мы уверены, что, да, все продолжают хотеть того же, что они хотели. Просто у них становится чуть меньше денежных возможностей, и они чуть больше смотрят на свой бюджет. Потяну, потяну, не потяну. Поэтому, как бы, они обращают внимание не на скидку, то есть скидка здесь ничего нет, там не решает. Нужно просто переиграть свой продукт так, чтобы, ну не знаю, слегка снизить маржинал, но зато сохранить уровень продаж. Это тоже достойно. То есть сохранить количественную базу клиентов в сегодняшнее время, это важнее, чем сохранить какую-то там сверхмаржу. И психология работает точно так же. То есть люди все равно принимают решения на основании одного и того же принципа. Например, каждый из вас преднастроен, как был, так и остается. Больше у вас денег, у вас меньше денег. Как только у вас больше денег, то есть даже если у вас денег совсем мало, вы перестаете что-то себе там, что-то себе покупать, как только ваши денежные возможности возвращаются на нужный уровень, вы тут же начинаете продолжать делать так, как делали всегда. И это зависит не от вас, вы так устроены. Еще есть какие-то вопросы, коллеги? У нас еще три минуты есть. Прекрасного времени. Спасибо вам большое. Как можно сократить принятие времени решения? А где, Юлия? На чем? На сайте, в офисе. Где у вас находится человек? Где у вас клиент находится? На сайте и в офисе. Понятно. Существует достаточно много базовых механик, которые широко известны или не очень, задача которых всего одна. Помочь человеку совершить импульсную покупку. На сайте это сложнее всего, потому что это дистанционная покупка, это дистанционная продажа, это дистанционная покупка. У человека есть свобода. Он может легко прийти на какой-то там другой сайт, посмотреть его, увидеть его и принять какое-либо альтернативное решение. Ничто не мешает человеку передумать. Он сидит за своим компьютером, и он сам принимает свое решение. Ситуация очень проста. Ваш сайт должен быть более простым, более четким, более конкретным, и давать человеку выгоду прямо вот здесь и сейчас, чтобы он видел ценность. От той сделки, которая вам предстоит. И если вдруг он решил... Понимаете, это как вот есть такой анекдот про то, что у одного мужика жена впервые уехала на юг. Одна. Вот она уехала на юг, и через 10 дней ему приходит телеграмма от жены. И она ему в этой телеграмме пишет. А все-таки ты у меня самый лучший. Вот, собственно говоря, это краткое изложение того, как устроены продажи в интернете. Человек способен сравнить. Человек способен зайти на какой-то другой сайт и посмотреть, как там устроено все. Ничем лучше и четче и правильнее с точки зрения психологии и моделей поведения устроен ваш сайт, не больше гарантия, что он к вам вернется. Потому что вы лучший. Это ведь объективно. Он же скажет так, но объективно эти ребята лучше. Объективно эти ребята интереснее. И, собственно говоря, на этом все и построено. В офисе ускорение продаж строится, как ни странно, на скриптах. То есть правильно написанный скрипт является основой проведения человека к сделке. Это строится на правильных ключевых словах. Ну, не знаю, как сказать. На самом деле человек приходит вот такие фразы. Ну, не знаю. Давайте быстренько сейчас все оформим. Немножко всего. Вот, господи, давайте сейчас быстро. Там накидаем, пошлем заявочку. Вы же все равно же тут сидите. Давайте быстренько ее отправим в службу безопасности и быстро получим ответ. Пусть это будет даже 20 минут, но само по себе слово быстро это слово, которое стимулирует человека сказать «А ладно, черт, господи, все равно тут все равно же зашел». То есть человек принимает решение по своему времени. Ну, у нас главный ресурс, невосполнимый наш, это время. И мы оперируем только в этой зоне. Убирая страхи и прочие вещи. В зависимости от того, как человек распоряжается своим собственным временем, под это и подстраиваются скрипты продаж. А, вот спрашивает Виктор. Изменится ли сильным психология клиентов учитывать такую другую молодежь, как есть сейчас? Открываю вам страшную тайну. Никакой отдельной молодежи нет. Все, кто придет за нами, они такие же, как мы. Они могут, не знаю, нажимать на кнопки, на гаджеты, что-то делать. Все, что они будут делать, они будут делать так же, как делаем мы. Они могут быть более глупыми, более умными, более начитанными. Нет, нет, начитанными они, конечно, не будут. Тут не надо испытывать иллюзии. Но они зато могут, не знаю, быть более, как сказать, наблатыканными в интернете. В каких-то вещах, читать какие-то группы, сайты. Но поступать они будут все равно в рамках этих механик. Они никуда от них детства не могут. Они же такие люди, как мы с вами. Никто никогда не мог. Ни сто лет назад, ни триста, еще триста лет назад и триста лет вперед в будущее. Механика принятия решений человека, как способ, который нами движет, не изменится. Поэтому у них управляющие механики точности таковы же. И нет никаких милиналов, нет никого. Это все-таки разводки для детей. Никаких милиналов у них. Ключевые слова одни и те же, механики принятия решений одни и те же. В общем, практически, как бы, береговыми, просто они более наивны. Их можно, не знаю, там, из них можно веревки вить. В своей массе, как бы, очень такие, конечно, ушевые, но на самом деле не очень прокаченные ребята. Поэтому это наши с вами клиенты. Все, что рассказали про сегментацию клиентов, актуальное отношение B2B. Конечно, в B2B это работает еще проще. В B2B там люди хотя бы приличные. Ты заранее знаешь уровень клиента и можешь подобрать всего. Ну, вот мы очень много работаем в B2B. Я вам могу сказать, что работая в B2B, вы можете достаточно точно, потому что вы же этих людей видите, вы же понимаете примерно уровень людей, которые ваши клиенты. И вы можете построить под них вообще все. Ключевики, императивы, которые включают поведение человека. Ценности, выгоды практически для конструирования психологической карты продаж под сценарий поведения ваших клиентов у вас развязаны руки. В B2B это работает, то есть если в B2C это работает на массе, потому что устроится условный такой лабиринт, предназначенный для одной, двух, в крайнем случае, трех мотивов поведения. И сквозь него прогоняется масса людей. А когда вы работаете в B2B, то там же еще проще. Вы как охотник, который загоняет определенного там зверя. Мне бы вас в один раз посмотрели, подправили слегка бумагу, слегка там поменяли капе, загнали ее еще раз. Залили его в хороший дизайн, который вызывает доверие и к вашему профессионализму, и уровню вашей компании. Если на городе не прокатываете, делаете хорошие, достойные шуры. Стоят они копейки. А продают на миллион. Хорошая штука. Вот наш e-mail, сайт, телефон. Если захотите какие-то проконсультироваться, обращайтесь. Мы всегда открыты. Любим общаться. Последнюю фразу. Повторите, то что брошюры стоят копейки, а продажи приносят на миллион. Эту фразу, Юлия. Да, плюсик. Это хорошо. Спасибо вам большое, коллеги. Наверное, это все. Большое вам спасибо, что вы сегодня были с нами, что вы были такие, что вы были такой терпеливой и внимательной аудитории. Редактор субтитров А. Редактор субтитров А. Редактор субтитров А. Корректор А.